Здравствуйте! Я буду говорить про перечисление грейдов. Герево, если его определять официально, это связанный простой грамм без ценов. Официальное определение, как и любое официальное определение, звучит тяжело и понять его нельзя. Потом мы не увидим каких-то примеров того, что такое дерево, что такое ниги. Граф означает, слово граф здесь означает, что у нас имеется какой-то точек, вершин графа. Эти точки соединены между собой лёбрами. Вот такой граф, который здесь нарисован, у графа есть вершины. Некоторая пара вершин соединены между собой лёбрами. Это граф. Связанный означает, что? Связанный означает, что? Что означает связь? Из любой вершины в другую вершину можно использовать? Из любой вершины в другую другую можно пройти по ряду. Вот мы взяли эту вершину, взяли эту вершину, взяли всю скутку. Которая из этой вершины, из первой вершины идёт на вторую, соединяем. Простой означает, что любые две вершины соединены либо одним ребром, либо ни одним ребром. Либо ни одного ребра, присоединяющего. Может так быть, что несколько ребр соединяем две вершины, но вот это мы запрещаем. Ну и, наконец, без циклов означает, что в графе нет путей, по которым мы можем ходить, не повторяясь и вернуться в одну, в исходную вершину. Ну вот, значит, то, что нарисовано здесь. Это не дерево. Мы не будем рассматривать такиографы. То, что нарисовано здесь. Это тоже не дерево. Какие графы мы будем рассматривать. Вот то, что нарисовано здесь. Это тоже не дерево. Почему это не дерево? Не связанное. Не связанное. Этим графом связанным мы не можем, мы не можем из вершины отсюда, или при вершине отсюда. Вот такие значки. Мы не рассматриваем графа, а рассматриваем. Теперь давайте я нарисую деревню с небольшим числом вершины. Все вершины я буду обозначать обычно через М. Вот есть одно дерево с одной вершиной. Есть одно дерево с двумя вершинами. А с тремя вершинами сколько деревьев? Два. Какие? 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 Снимающие. Каждый, кто хочет, стоимость. С помощью человека. На самом деле все эти три дерева это одно дерево. Ничего другого придумать из трех вершин не удается. Конечно, мы можем нарисовать его по-разному, мы можем его вот так вот нарисовать. А можем нарисовать вот так вот. Но все равно это будет одно и то же дерево. Оно состоит из трех вершин, одна вершина с двумя другими, и каждая из них с двумя в первых. И все. Ничего другого тут признавать нельзя. Поэтому как-то мы не нарисовали. Здесь уже ничего. Здесь уже ничего другого не уберем. Здесь уже появляются разные деревья. Есть по-прежнему такая же цепочка, но уже длины четыре. Здесь она была длина. Здесь были цепочки длины один, два, три. Здесь цепочка длина четыре. Появляется новое дерево. Которое не цепочка. Оно не такое, как предыдущее. Почему оно не такое? Почему эти два дерева разные? Есть вершины степени 3. Значит, в этом дереве есть вершина, из которой выходит три вибра. А в этом дереве таких вершин нет. А можно по-другому рассуждать. В этом дереве две вершины, из которых выходит одна вибра. А в этом дереве таких вершин три. Поэтому эти два дерева не могут быть и длины. Ну давайте я еще нарисую все деревья, скрюфирующие. Их три штуки. Задача, о которой пойдет речь, состоит в следующем. Сколько деревья? Сколько деревьев? Сколько деревьев? Раза, две. Вот еще. Вот еще раз. В этой задаче, есть в общем один очень существенный недостаток никто не знает как ее решать скорее всего она просто хорошего решения не имеет например если мы спросим сколько имеется деревьев с двумя 100 вершин то никто не в силах дать разумного ответа на этот вопрос ответить сколько на скольки деревьев 200 вершин никто не может поэтому на самом деле мы будем с вами говорить про другую задачу для того чтобы сформулировать другую задачу мне еще потребуется приложить некоторое количество причина по которой у этой задачи нет разумного ответа состоит в том что деревья эти имеют имеют замечательные внутренние свойства и эти внутренние свойства и это называется симметрия литерий который мы искренне Здесь деревья более симметричные, менее симметричные Сейчас мы с вами разберемся, что такое семейные деревья и какие семейные бывают Ну давайте возьмем дерево с тремя вершинами Спрашивается, можно ли так переставить вершины этого дерева, чтобы оно осталось самим собой Так поменять местами вершины этого дерева, так чтобы ребрами соединялись те же самые вершины, что исходные, а дерево осталось самим собой Нет? У меня есть рекрами вершины Мы можем дерево перевернуть Давайте я рисую вертикально Посмотрим в месте действия Мы вот так вот нарисовали, потом нарисовали вертикально Потом уже направлены в эту сторону Мы вернулись в то же самое дерево Самую левую крайнюю вершину поменяли с самой правой, а центральную оставили на месте И дерево осталось исходным деревом Оно не изменилось Раз, взяли, вот так Значит, мы будем говорить, что у этого дерева две симметры Одна из этих симметрий Это просто тождественное отображение, когда мы ничего не меняем Одна симметрия есть у каждого дерева А вторая, когда мы меняем местами две крайние вершины Дерево при этом остается не изменилось Одна симметрия есть у каждого дерева Скажите мне, у этого дерева сколько симметр? Одна Две Одна Это то, которое выставляют все на месте Две, которые меняют вершину и высоту Тоже здесь У этого Сколько? Как минимум Как минимум, а как максимум? Четыре Две Кто больше? Две Мы можем либо оставить все вершины на месте Либо Перевернуть Эту цепочку Так же, как мы переворачивали эту Ничего другого мы сделать не можем Например, мы не можем поменять местами Две внутренние вершины Потому что, смотрите Если мы их поменяли местами А эти оставили не так выше То вот эта должна соединяться с этой А эта с этой А эта с этой Это не то же самое, что получается А вот здесь интереснее Кто больше? Кто больше? Две Четыре Одна Кто сказал шесть? Их шесть Почему? Потому что две вершины У нас три вершины Которые играют одинаковую роль И мы их можем переставлять как угодно Мы можем эти две вершины поменять Эти две вершины поменять Эти две вершины поменять А можем их по кругу пустить Всего оказывается Три факториала симметрии У нас три вершины И есть шесть перестановок этих вершин Хорошо А у самого первого дерева сколько симметричных? Одна Оно Оно не симметричное Могу говорить, что дерево симметричное Если у него есть хотя бы одна симметрия Кроме той обязательной Которая есть у всякого Кроме той, которая оставляет все вершины на месте Это не симметричное дерево Значит это не симметричное дерево Ну давайте быстренько пройдемся по деревьям с пятью вершинами У этого сколько симметрик? Две У этого Какие? Мы можем поменять на стаде вот эту и эту вершину Это все, что мы можем сделать Можем конечно оставить все вершины на месте А можем вот эти две поменять на стаде Они играют одинаковую роль Больше ничего сделать не можем А у этого сколько? Двадцать четыре Сколько? Двадцать четыре Четыре факториала У нас четыре вершины И мы их можем переставлять как угодно Центральную мы дрогать не можем Она может переходить только в себя В математике, в физике, в физике наверное это первое мы обнаружили Имеется Странная Такая вещь Которая состоит в том Она носит совершенно общий глобальный характер Я не знаю Можно ли доказать Какое-нибудь утверждение Общего вида коррета Можно ли хотя бы сформулировать Какое-нибудь Она состоит в том Что перечислительная задача решается Если перечисляемые объекты Имеют одинаковую симметрию И у перечислительных задач нет разумных решений Если Симметрия объектов разная Вот Деревьям удается сосчитать Ровно потому что разные объектили Имеют Разное Количество симметрии Вот Вам Задача Надо Мы дошли здесь В этой табличке Для равного 5 Просчитайте Для всех Во-первых Нарисуйте все деревья с шестью вершин А во-вторых Для каждого из них Сосчитайте Сколько Восемь А если Будет не лень То есть семью вершин Интересный Упражнение Если бы хотел сформулировать какую-то задачу Которую можно решить Которую можно Сосчитать То Нам придется Как-то От вот этой лишней симметрии Избавляться От того что она лишняя От того что она разная У разных деревьев Нам придется Заменять Перечисляемые объекты Какими-то другими объектами Естественно Похожими У которых Симметрия Уже одинаковая Обычный способ Это сделать Состоит в том Чтобы Чего-нибудь Занумеровать Так Чтобы Уже Не оставалось Никаких симметрин Совсем У каждого дерева У каждого дерева Вершин Поэтому мы Будем Нумеровать числами Значит Он Одна 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 Strong Одна Одна Если она у нас двум, то у нас имеется одно дерево И мы можем запознавать эту вершину либо 1-2, либо 2-1 Мне трудно видеть, что это одно и то же Потому что, когда мы применяем симметрик дерева Мы можем в эту вершину отправить в эту, а эту в эту Это будет то же самое дерево Теперь она равняет 3 На этот раз у нас уже есть разные способы замумеровать вершину дерева Которые приводят к разно-занумерованному дереву И здесь все зависит от того, что мы поставили в среднюю вершину Мы можем поставить 1, 2 или 3 Мы знаем, что при любой симметрии этого дерева Средняя вершинка должна перейти в себя Поэтому ее номер Важно А вот номера крайние к вершине Не слишком-то важны, потому что мы можем поменять их вершину У нас есть симметрия, меняющая вершину в этом месте Значит, вот у нас получилось 3 разных дерева с замумерованными вершинами 3 разных дерева с 3-мя замумерованными вершинами Теперь с 4-мя цепочками с 4-мя вершинами Сколько способов занумеровать вершинами Сколько способов занумеровать ее вершинами 24 8 Мнения разошлись Правильно ответа не было ни одного Четыре факториала Четыре факториала Ну-ка, ну-ка Двенадцать Четыре факториала и что? Пополам Почему пополам? Ну, поменять же вершину Значит, теорема Число различных Нюберация Нюберации Горшинами Дерево С Н горшинами Равную Равную Н Факториала Равную Делить на число симметрии диктей Понятно почему? Мы можем занумеровать 1, 2, 3, 4 А можем занумеровать 4, 3, 2, 1 И это будет на самом деле одно и то же гель Хотя бы казалось бы Нумеровали по разному Но из-за того что у дерева есть симметрия Меняющая местами Переворачивающую эту цепочку Из-за того что у дерева есть симметрия Оказывается что Эти две нумерации одинаковы И сколько у дерева симметрии Столько раз и повторяется Каждая нумерация Сергей повторял Способов Способов Занумеровать Мы можем даже Уже не выписывать все эти нумерации А просто сказать Давайте я нумерацию Давайте я нумерацию Я не выписываю Значит у этого дерева 2 симметрии Поэтому у него 4 факториальная стрижка 12 нумераций Раз Позволь А это А у этого дерева Сколько юмераций А у этого дерева Сколько инмераций У вас Почему? почему? 4 мы должны 4 факториала разделить на количество семей на количество семей 6 ну и давайте с пятью поскольку сколько нумераций 60 60 значит 5 факториал между них на два это 60 у этого дерева то же самое у него 2 сантиметра нет ну и наконец мы колонируем 5 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 6 6 7 5 все зависит от того как зонумерован центр в центре может стоять один, два, три, четыре или пять а все остальное на этом однозначно определяется потому что хвостики листья этого дерева мы можем представлять между собой каждый год ну ну давайте посмотрим что у нас получилось составим кабличку если если она равна двум шагов если она равна трём их уже три вот здесь вот эти все эти двери он нарисован если она равна 4 12 нет не 12 12 таких и 4 таких 16 если она равна 5 значит 60 таких и 5 таких и 5 таких 125 если она равна шести выражается как продолжить эту последовательность 1, 1, 3, 16, 125 6 в четвертой степени 6 в четвертой степени 6 в четвертой степени 6 в четвертой степени это сколько у меня сейчас вылетело из головы? 1296 1296 1296 1296 1296 1296 Как удивительно это правило выполняется даже для деревьев с одной вершиной значит число деревьев с одной вершиной значит число деревьев с одной вершиной равна 5 степени для любого дальше мы с вами будем разбираться почему так эту теорему когда то придумал кажется Сильвестер называется она теоремой Келли по перечисленному теорему вот смотрите у нас было первое дерево несимметричное с единственной симметрией а все остальные были симметричны не следует однако думать что и все деревья с большим количеством вершины очень симметричные например мы можем рассмотреть вот такое дерево у которого из центральной вершины выходит 3 хвостика все они разной длины видно что никаких симметрий кроме Тождественного кроме того при котором все вершины переходят только в себя нет у этого дерева 7 вершин мы далеко не дошли мы рассмотрели только деревья с 5 вершин а с 6 они тоже все симметричные значит это несимметричные деревья так что не нужно думать что несимметричных деревьев не бывает не осталось больше одной вершины бывает если у дерева много вершин то как правило возьмете вы возьмете все деревья с таким количеством вершин почти все они будут асимметричные асимметричные будет мало ну вот значит в отличие от задачи о перечислении деревьев с незанумерованными на вершины для занумерованных вершин мы легко дадим ответ о количестве деревьев с любым числом вершин если у нас 200 вершин то количество таких вершин занумерованных вершин равно 200 198 вот абсолютно точно и неусмысленно простой ответ на это заключение давайте теперь посмотрим и посмотрим к чему имеет отношение это теорема к этой культурической деятельности я сейчас нарисую какое-нибудь дерево не очень большое вот достаточно наверное 1 2 3 4 5 9 вершин в нем если мы знаем если мы знаем сколько в дереве вершин как мы знаем сколько в нем ребер на единичку меньше в любом дереве ребер на единичку меньше чем вершин это несложно доказать и давайте не будем для этого останавливаться в любом случае вы легко поверите теперь скажите мне пожалуйста я хочу занумеровать вершины этого дерева числами от 1 до 9 назовите какой-нибудь куда поставить единичку реально давайте не так вот сюда что поставить единичку единичку да давайте сюда нет ну это я вам если вы будете говорить в том же порядке в котором я показываю этого никакого случения 5 5 отлично сюда 7 7 сюда 8 9 9 9 3 мы монополизировали право приславим номера вершин давайте передадим его кому-нибудь еще сюда 6 6 6 6 не было еще сюда 4 и осталось у нас 2 вот значит мы заномеровали вершины вершины дерева теперь давайте сделаем дополнительный хитрый рель за номером на него ребра 9 9 вершин поэтому 8 ребер давайте я опять буду показывать на ребра два два давайте я только возьму какой-нибудь другой мелкого цвета чтобы можно было изучать два на этом ребре 4 4 на этом 7 на этом 6 на этом на этом 1 на этом 5 а здесь 3 3 методом исключения осталось 8 вот у нас имеется некоторое дерево дерево я нарисовал сам поэтому вы можете считать его не случайно можно умираться а заведомо случайно потому что вы мне подсказали как умирать вершины ребра я это предсказать не мог а теперь давайте сделаем следующую вещь вот я запишу числа от 1 до 9 сделаем следующую вещь я беру ребро с номером 1 это ребро соединяет вершины с номерами 2 и 6 правда? и я вот в этой последовательности чисел от 1 до 9 я числа 2 и 6 поменяю местами у меня здесь будет шестерка а здесь будет шестерка это было ребро с номером 1 теперь ребро с номером 2 меняет местами вершины с номером 3 и 8 вершина с номером 3 становится вершиной с номером 8 и 8 и 8 вершиной 3 и 8 и 8 и 8 вершиной 3 ребро с номером 3 нет местами вершины 3 и 9 значит тройка у нас здесь она становится девятка и девятка становится тройка четвертое ребро меняет местами вершины 8 и 1 пятое ребро меняет местами 6 и 4 6 ребро нет местами 5 и 8 5 и 8 6 ребро нет местами 5 и 8 можно вопрос? да у нас же там контроль до 6 4 менять 2 3 до 7 до 7 до 7 ошибся здесь да? да при последнем действии давайте действительно это четвертое пятое ребро ребро да да спасибо так шестое четвертое четвертое ребро шестое ребро ребро это 5 и 8 седьмое ребро меняет местами 7 и 8 здесь 7 здесь восьмое ребро здесь восьмое ребро и восьмое ребро меняет местами 6 и 3 6 у нас здесь она становится тройка тройка где тройка здесь она становится шестерка вот так вот мы переставляем эти числа и теперь смотрите что получается у нас единица пришла пятерка перешла в семерку семерка перешла в восьмерку восьмерка перешла в девятку девятка перешла в шестерку шестерка 2 перешла в 2 2 перешла в 4 4 перешла в 3 3 2 перешла в 1 2 3 Я утверждаю, что такая картинка будет наблюдаться всегда Что это за картинка? В любом деле При любой нумерации При любой нумерации в левую горшину И в левую горшину И в левую горшину И в левую горшину Результат последовательного выполнения перестановок Последовательно Перестановок Левую горшину в соответствии с регуляциями Лёта переставляет вершины по кругу Вот у нас в эту цепочку попали все вершины, каждая по одному разу У нас здесь встречается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, каждая по одному разу Я утверждаю, что так и будет Ну единичка два раза встречается, но с неё начинается, с неё на ней заканчивается Это я специально написал, чтобы было видно Вершины будут переставляться по кругу Вне зависимости от того, какое дерево вы нарисовали Как вы занумировали у него вершин И как занумировали у него белка А почему это так? Кто возьмётся? По индукции Что? По индукции Если у нас есть одно ребро Занумировали номером 1 Занумировали номером 1 То, конечно же Меняя местами В конце этого ребра Мы получаем перестановку Мы получаем перестановку По кругу перестановку концов этого ребра Единичка переходит в двойку А двойка переходит в один Это база индукции Мы доказали нашу теорему для случаев, если у дерева одно ребро Ну а теперь представьте себе Что у нас Вот есть реброк с номером n-1 У нас у дерева с n вершином n-1 У нас есть одно ребро Поэтому есть Какой-то реброс номером n-1 И к нему слева 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 Мы уже Переставили все вершины В левой части этой картинки Переставили все вершины В правочки А в вашем примере так и есть, между прочим Так и разве Ну как у вас восьмое ребро, оно соединяет Оно Так всегда есть Тут никуда не денешься Любое ребро разделяет Любое дерево на два поддель На дерево Которое прирастает к этому ребросу К одной вершине И прирастает к другой вершине Тут никуда не денешься Вот здесь, когда мы переставили Все У нас по предположению индукции Вершины идут по кругу И здесь, когда мы переставили Вот у нас вершина идёт по кругу И здесь, когда мы переставили Вот у нас вершина идёт по кругу И здесь, когда мы переставили вершина Тоже идёт по кругу А теперь у нас мы взяли вершинку отсюда И взяли вершинку отсюда И эти два круга соединили Из них склеился один круг Вот так и получается Наоборот Какой тут номер стоял, кто помнит? Какие тут номера стояли? Здесь 9 Здесь 9 А здесь 4 Пусть Есть Набор Из этого Набор Число Н Н Сопоставим Сопоставим Теперь будем так Давайте нарисуем по кругу n точек Занумеруем их Вот Единицы даем Ну и если у нас есть пара И Ж То Просто соединим И Получим какой-то граф То То есть Любому набору Любому набору Из пар Чисел Мы можем сопоставить граф Сопоставим Тогда этот граф Более Дерево 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 В том И только в том Случай Случай Если Последовательное выполнение Вот этих вот Перестановок Выполнение Перестановок Перестановок Отвечающий Вот этим Отвечающий Любом Переставляет вершину По кругу В одну сторону Мы это уже увидели Что если Получается Дерево То вершины Обязательно Переставлялись По кругу Вот оказывается И наоборот Тоже верно Если вершины Переставлялись По кругу То это обязательно Это не сложная Теорема Это не сложная В другую сторону Я думаю Что вы ее уже Докажете самостоятельно Если подумаете Вот Вот И Теперь я Хочу теорему Келли Которую я сформулировал Про количество деревьев Переформулировать Переформулировать В терминах Этих Перестановок Скажите Пожалуйста Вот Допустим Мы знаем Сколько Имеется Деревьев С n Занумерованными Вершинами А потом Мы нумеруем В этих деревьях Ребра Сколько Будет Деревьев Занумерованными Вершинами И ребрами Количество Что? Точно Значит Количество Деревьев С n Занумерованными Вершинами Точно Вверху И Это у нас один Занавливаем ребра Ребра Вот Это у нас один Больше Больше Количество Вверху С Н Занавливаем У каждого Дерево с Н Занумерованными вершинами И Различных Н Поэтому Количество Дерево с Занумерованными вершинами И Н 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 Таких Что Их Дерево с Последовательная перестановка Тисел 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 Довлет Переставел В целом нам все равно что считать Или считать напор из n-1 пары чисел Таких, что последовательное выполнение перестановок дает перестановку числа Сейчас, 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 давайте Да, у теоремы Керля, как у всякого замечательного математического утверждения, имеется много разных доказательств Это факт фундаментальный, и поэтому рассказывать его можно по-разному Я сейчас расскажу одну из доказательств, которая принадлежит Прюферу И достигается путем сопоставления Прюфера-Берева и его кода Будем деревья гадировать Сейчас мы забудем про то, что лёгар тоже нужно гадировать Давайте посмотрим Давайте посмотрим Вот Давайте посмотрим Вот у нас есть дерево на 9 вершинах Я беру вершину с самым маленьким номером Говорю неправду Сейчас я говорю неправду Мы берем не вершину с самым маленьким номером, мы берем лист с самым маленьким номером Так что вот наш первый шаг, берем лист с самым маленьким номером Лист это вершина степени 1 Смотрим все вершины, которые соединены только с одной вершиной, это листья И берем лист с самым маленьким номером У нас есть листья 1, 2, 4, 9, 7, 5 Из них самый маленький номер, это конечно леска с номером 1 Мы берем этот лист и смотрим не на него, а на ту вершину, с которой он соединен Это вершина 8 Записываем номер вершины Я только запишу Так Буду писать букву Х А снизу буду писать 8 А снизу буду писать 8 Потому что с буквой Х меня это удобно И стираем Стираем Значит, давайте Дерево останется почти таким же Только при стороне одного не будет Дерево встало на одно вершине и одно рефрону А теперь повторяем всю эту процедуру Что мы должны стереть в новом дереве? Лист со степенью 2 С номером 2 Не со степенью 2 А что мы должны записать? 6 Значит, лист с номером 2 соединил с вершиной 6 Я запишу их в 6 И этот лист с отровки Что мы делаем дальше? Четверка 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 У нас соединена с крестом по номер 6 Мы Х6 И записываем Четверка Конечно Если бы у нас единица была бы на вершине со степенью 1 А мы бы тогда на единицу не смотрели Мы смотрим только на вершины со степенью 1 А из них выбираем самую маленькую Так Значит Здесь Давайте Так Здесь что мы должны? На какую вершину смотреть? 5 5 5 меньше 6 Я точно знаю Вот И она соединена с вершиной 8 6 Ну и не стираем 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 Дальше мы должны семерку стереть 8 8 9 8 8 8 8 9 9 8 9 10 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 16 15 раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь в общем случае будет n-2 номеров вершин здесь последовательность получилась такая восемь, шесть, шесть, восемь, три, восемь, три теорема ну или давайте поясним теорему не знаю значит эта последовательность называется кодом Плюффера код Плюффера блюффера подтверждение состоит в том что всякое Последовательность из R-2 номеров вершин является кодом-префера единственного дерева. Отсюда сразу вытекает теорема К. Почему? Следствие. Число. Деревьи с R-2 номеров вершинами равно R-2 номеров вершинами. Почему так? Количество вариантов. Количество вариантов. Значит, смотрите, у нас есть последовательность из N-2 номеров вершин. Значит, имеется N-2 место. На первое место сколько номеров мы можем поставить? Н. У нас N различных номеров вершин. На первое место мы можем поставить N номеров. На второе тоже N номеров. И так до N-2 места. Когда мы все эти N-2 штуки буквально перемножим, мы получим N-2. Поэтому, если действительно, каждая последовательность кодом-префера какого-то дерева, и причем только одного, то количество деревьев равно в степени N-2. Ну, теперь будем разбираться, почему справедливо. Вот это утверждение, но, конечно, хотелось бы, чтобы оно было справедливо, иначе странно было бы называть такую последовательность кодом. Но, ведь если мы что-то закодировали, если мы закодировали дерево вот в такой последовательности букв, то мы хотим надеяться, что его можно не раскодировать. Последовательность букв написали, мы хотим понять, из какого дерева она получилась, да? Ну, соответственно, мы же можем остановить из последнего ребра, мы получим как последний элемент кодом-префера, плюс наибольший номер. То есть у нас ребро на первый вершинный номер это последний элемент кодом-префера, а второй вершинный номер это новый номер. А потом, походу, все установлено. Ну, это правда все. Давайте я сейчас скажу то же самое, немножко по-другому. Вы правы. Я скажу то же самое, немножко по-другому. Вот у нас имеется последовательность букв x8, x6 и так далее. Мы хотим увидеть, выяснить из этой последовательности, как выглядела исходная дерева, к которому вы сопоставляли эту последовательность. Что можно в этой последовательности узнать? В этом вершин сколько вершин? Девять. Почему? Ну, потому что плюс семян, плюс два. Потому что это дерево состоит из семи букв, это последовательность состоит из семи букв, поэтому в дереве девять вершин. Это количество букв. Так. Так. Дальше. Какие вершины являются листьями? Восемь разный лист. Все, кроме тех, которые встречаются в этой последовательности. Один, два, четыре, пять, семь, девять. А почему? Непонятно. Потому что это не листья, потому что листья может быть. Ну, ясно, что ни один лист сюда попасть не может. Да, это ясно, а наоборот. Это ясно. Ни один лист в эту последовательность попасть не может. А почему в синие листы попадают? Потому что все листья попадают. Потому что все листья попадают. Ну, нет, мы же сначала удаляли листья из исходного дерева, а потом удаляются листья из каких-то промежуточных деревьев. которые, вот скажем, здесь мы пятерку удалили, а здесь мы удалили вершину, шестую вершину, которая изначально листом не являлась. Ну, давайте немножко более общее утверждение. Значит, степень любой вершины, вершины с номера и на единицу больше, В общем, числа двух. Версетные подокривали. Версетные подокривали. Например, буква 6x6 здесь встречается два раза. а из вершины шесть выходит три ребра буква восемь встречается раз, два, три раза из вершины восемь выходит четыре ребра виси не встречаются ни разу значит их степень единичку больше, чем ноль то есть единичка ну каждую вершинку, кроме двух, мы в какой-то момент удаляем, правда? значит, перед этим моментом получается так, что мы удалили все вершины, которые в нее входят раз мы удалили все вершины всех ее соседей, кроме одного раз мы удалили всех ее соседей, кроме одного то эта буква появилась в ходе прюфера ровно столько раз количество соседей минус один ну а для последних двух вершин это тоже вера потому что их мы не удалили ни разу но зато каждый из них входит в наше слово входит в нашу запись в этот код такое количество раз, которое не единичка в меньшего числа рядов так мы уже многое знаем про наше дерево мы знаем степени всех уходящих всех вершин и другие давайте теперь будем дерево восстанавливать но только не с конца как предлагалось как можно действительно реально оказывается его можно восстановить сначала какую вершину мы удалили первую? почему? у них самый маленький номер 100 значит мы берем список листьев мы знаем этот список 1,2,4,5,7,9 вот и знаем, что в этом списке самый маленький номер 1 а в записи кода появилось x8 это означает, что у нас была вершина 1 соединенная с вершиной 8 вот ровно эту вершину мы удалили теперь степень вершин теперь мы можем индукция ну знаете как говорил Владимир Владимирович Арнольд рассуждения по индукции есть конечно преимущества перед рассуждениями перед настоящими математическими рассуждениями приблизительно такие же как воровства перед честным трудом вот рассуждения по индукции нужно по возможности избегать они вас обманывают они не рассказывают на самом деле что происходит не позволяют доказать что то но не позволяют понять что именно вы доказали поэтому этого лучше избегать хотя как вы видели я в лекции уже один раз этим пользуюсь восстанавливаем восстанавливаем единого заключения 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 давайте я нарисую табличку и мы знаем степени этих вершин значит степени вершин в единичке в единичке в двойке тоже единичка в тройке в тройке в тройка входит два раза поэтому у меня есть шестерка три в четверке единичка в пятерке единичка в шестерке степени три в северке единичка в девятке единичка в двойке честерке в четверке значит вот мы нарисовали вершины 11 у нас вершина 17 вершину 1 мы использовали у нее степень стало 0 вершину 8 мы один раз использовали у нее степня стало 3 И мы стерли, значит у нас был код x8x6, x4, x6, x8, x3, x8, x3 И мы стерли первую букву в нашем слове, информацию которая у нас отражалась можно использовать Дальше у нас вестия, это вершины 2, ну самая маленькая это двойка, дальше можно смотреть А в слове идет буква 6, x6, значит двойка соединена с вершиной основной 6 Где-то это двойка соединена с вершиной основной 6 Двойку мы использовали, здесь появился 0, 6, здесь осталась двойка Дальше самый маленький номер листа, вершиной 4, и она соединена с вершиной 6 Дальше идет 5, сейчас это я, шестерка Дальше идет вершина с номером 5, является листом и буква 8, значит здесь должна быть 5 И здесь полка, здесь двойка, здесь двойка, дальше шестерка, должна быть соединена с вершиной 8 Здесь двойка, здесь двойка, а шестерка с тройкой, да? Тройки Осталось Так, да? Хорошо Дальше Лист это семенка Который мы заменим на ноль И она должна быть соединена С х8 Семенка Здесь устираем Здесь устираем Восьмерка Восьмерка Соединена с тройкой Угленности мы стираем Здесь остается ноль Здесь остается ноль И последнее вебро Который в коде мы как бы на окруженную Соединяет вершину с номером 3 И вот Все Значит, то, что мы написали Действительно является кодом Мы По этому коду Можем восстановить исходное дерево Исходное дерево Восстанавливается Однозначно Почему оно будет дерево? Штамп? В цвековке В цвековке А почему нет цвековки? В цвековке А почему нет цвековки? Ну да Нужно это правило Во-первых, заметим, что в нем греха единиче меньше, чем вершина Во-вторых, оно оказывается связным, а если в связанном графике количество ребр, тем меньшее количество вершин, то он является клеем. А почему оно связано? Вот вам осталось чем думать. Значит, за исключением вот этого маленького вопроса, над которым нужно подумать, почему получавшиеся графики связи, и тогда он автоматически будет деревом. Вам еще стоит потренироваться выписывать коды префера у разных деревьев. Наоборот, написали какое-нибудь слово из таких вот букв, а потом вынесете дерево, кодом префера которого это слово и является. Теперь давайте я скажу несколько слов про то, про что я вам не рассказывал. Конечно, деревья образуют замечательные много графов, и возиться с ними одно удовольствие, но это вовсе не единственная интересная графа, и имеется множество других графов, других семейских графов, и говоря уже просто одно удовольствие. Вот, если вы возьмете графы с одним циклом, следующая послойность за деревьями является графом с одним циклом. Вырисовываем циклом, из вершин которого могут расти разные деревья. С таким графом можно сделать то же самое, что мы делали с деревом. Занумеруем его вершины в каком-нибудь порядке, занумеруем в каком-нибудь порядке его ребра. Ну и так далее. Сделаем то же самое, что мы делали с деревьями. Каждому ребру соответствует перестановка вершин, которые являются концами этого ребра. Но мы можем все эти перестановки последовательно сделать для всех ребер в том порядке, в котором занумеруем. Оказывается, получившаяся перестановка вершин никогда не будет перестановкой по кругу. Но... Давайте я сформулирую феорема, которая вам идет из перестановки на задание. Феорема, с одним циклом, последовательное выполнение перестановок. Концов ребра. В порядке эфемерации. Эфемерация. Расщепляется. Ну давайте я скажу 20. Что это значит? Давайте посмотрим на примере. вот я занировал вершины и как-то занировал ребра что получилось? 1,2,3,4 первая меняет местами 1,2 вторая меняет местами 1,4 третья меняет местами 2,3 четвертая меняет местами 4,3 вот что у нас получилось 1,3,4,4 1,2,3,3 и так будет всегда два разных цикла какой бы граф с одним циклом вы не взяли как бы вы не занировали его вершины ребра всегда последовательная последовательная перестановка концов ребра приведет к двум циклам перестановки всех вершин считайте что это домашнее задание а вот дальше уже начинается хуже если у вас не один цикл, а два то результат зависит от того, как он берет вперед сколько будет вот получится один может быть там много всего замечательного происходит и что удивительно теоремы, похожие на них находят множество разнообразных применений в самых современных моделях теоретической физики как мне не легко себе представить но это действительно так ну действительно так ну так же в других вопросах понимать которые у нас нет возможности сейчас я говорю спасибо а можно еще вопрос? конечно то, что вы рассказали про нумерацию ребер можно хоть как-нибудь использовать для доказательства теоремы n-2 можно, да но это будет другое доказательство оно есть? есть как бы невозможно, да? нет просто не просто не расскажем это 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 теорема правильной степени n-2 это ее можно воспринимать как теорему о структуре симметрической группы вот одно из множества первую большую серию диаметра структуры симметрической группы или симметрической группы это все там дальше имеется очень развитие богато и далеко не до конца исследования антибиот многие математики не знают про то, что если вот переставлять таким образом в конце ребер в дереве то обязательно получится цикл обязательно получится что все вершины переставляются потом если им это сказать то они это быстренько докажут но многие этого не знают это такой не общеизвестный хотя очень важный факт ну теперь общеизвестный это это это